Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим о том, что происходит на рынке консолей нового поколения, как продвигается битва Sony и Microsoft, и как у Microsoft получается перетянуть одеяло на себя и, как минимум, заработать репутацию таких хороших парней. А у Sony в плане репутации, наоборот, всё идёт не особо гладко. Сразу скажу, никакой разделки туши и абсолютно живого слона не будет. Sony с PlayStation 5 по-прежнему в плане бизнеса в мощном отрыве. Но, сами знаете, победа в глобальной битве иногда начинается с маленьких завоеваний. Поэтому давайте прямо по пунктам разберём все события, которые подтачивают репутацию Sony, как Microsoft этим умело пользуется, как зачастую умудряется обернуть в плюс собственные ошибки, и почему в похожих случаях у Sony это получается похуже. Плюс поговорим, что там с сотрудничеством Sony и Microsoft, про которое было много шуму два года назад. Усаживайтесь поудобнее и поехали разбираться! Итак, Sony после старта нового поколения консолей, чем дальше, тем больше ругают. И первый момент, за который на компанию обрушиваются с критикой, всем известен, и что самое неприятное для Sony, они объективно не могут на него сильно повлиять. Это дефицит консолей. Проблема накрыла весь железный рынок, производители не справляются с поставкой комплектующих. Конкретно в случае с PlayStation 5 виноваты, по сути всего, два чипа, но какая разница, из-за чего не может ехать автобус? Если он не едет, люди недовольны. Спрос на PlayStation 5 выше, чем на Xbox, соответственно, и огребает в этой ситуации в первую очередь Sony. Игроки, которые плотно интересуются играми и консолями, активно высказываются на эту тему на форумах, пишут про отмененные предзаказы, про ограничения продаж в разных странах, вскрывают махинации торговых сетей и часто автоматом тоже записывают это на счет Sony, которая недостаточно контролировать своих торговых партнеров. А казуалы, которые игры в сети обычно не обсуждают, просто пытаются заказать консоль или купить ее прямо в магазине. У них не получается, и они топают либо за консоли конкурентов, в празднике обычно вот так и происходит, либо решают купить как-нибудь потом. А это для Sony не сильно лучше, потому что казуал он такой, когда консоль на стартовом хайпе, он с радостью себе ее купит. А если не сможет, то потом может и передумать, или вообще забыть, или просто денег у него не будет. И это, кстати, автоматом означает, что Sony придется намного больше вкладываться в маркетинг в будущем, когда дефицит закончится. Просто потому, что во время основной волны они продают меньше, чем могли бы. А значит придется позже сильно тратиться на то, чтобы снова расшевелить инертную часть аудитории. То есть ситуация хреновая со всех ракурсов. И продаж меньше, и негатив накапливается, и денег в будущем придется потратить больше. Двигаемся дальше. Вот помните историю с изменением раскладки на дуалсенсах и затачивание ее под общий европейский стандарт? В большинстве стран это прошло просто как какая-то малозначимая новость, потому что почти для всего мира ничего не изменилось. Писали, что японцы недовольны, но вот насколько они недовольны? Я когда-то уже рассказывал, что провел небольшой опрос среди знакомых, которые живут и работают в Японии, и они говорили, что Sony на родине недолюбливают уже довольно давно. Считают ее уже по сути западной компанией, которая забила на японский рынок. Так вот, несколько дней назад я еще раз поспрашивал у знакомых, а изменилась ли вот ситуация после той истории с раскладкой кнопок. И они ответили, что по их ощущениям все стало значительно хуже. На форумах, на которых они тусуются, некоторые японские игроки уже в открытую бекатируют PlayStation и называют их предателями. На всякий случай, выборка очень маленькая, основана на мнении по сути всего пяти человек, поэтому обобщать ее вот на всю Японию точно не стоит. Но то, что пять незнакомых друг с другом людей рассказали примерно похожие вещи, тоже, ну, какой-никакой обказатель. И двое из них, кстати, без всяких наводок сказали, что резкий всплеск негатива случился после следующей вещи, которая ударила по репутации Sony не только в Японии, но и по всему миру. Расформирование Japan Studio. Видимо, для японских игроков это стало такой, последней каплей. А в других странах пресса смотрела, что пишет японская игровая пресса, и немножечко копировала их отношения. То есть они помягче, но тоже говорили, что это нехорошо расформировать японское подразделение, делавшее отличные игры. И вообще, как-то вот не в японских традициях выкорчевывать корни. Так что вот вам еще один пунктик, вроде бы совершенно обычная для индустрии вещь, закрытие одного из подразделений. А по репутации довольно сильно ударило. И дополнительно масла в огонь подлили сливы о том, что почти все решения в Sony сейчас принимает американский офис, что японские подразделения вынуждены во всем с ним советоваться, а американский офис, понятное дело, нацелен строго на западную аудиторию, потому что она приносит больше денег. Плюс негативную реакцию фанатов PlayStation вызывает слив эксклюзивов на ПК. Ну и финальной точкой в этой истории стало расследование Bloomberg, которое я недавно уже детально разбирал. И там Шрайер действительно выбрал факты, которые вот удачно укладываются именно в его точку зрения, что акцент Sony на блокбастерах может навредить компании в долгосрочной перспективе, и что маленьких, но перспективных они задвигают. Хотя на деле, если посмотреть внимательно, это далеко не всегда так. Но сам материал наделал много шуму, и это ударило по репутации Sony еще сильнее. Еще больше игроков начали писать, что Sony плохая, и продолжать мысль, а вот посмотрите на Microsoft, они так не поступают, а значит они хорошие. Но давайте не только о негативе. Вот вам вполне позитивная новость. Джим Райан дал японскому изданию Nikkei интервью, в котором было много таких пафосных заявлений о важности японского рынка для Sony, о том, что компания делает все, чтобы дефицит консолей в кратчайшие сроки закончился. В общем, такие стандартные вещи, которые Райан говорит почти во всех интервью в последние месяцы, потому что это часть его работы. Но! Там были и вполне конкретные штуки, в частности, про сроки окончания дефицита. И Райан сказал, что они прямо сейчас ведут переговоры с поставщиками комплектующих, и если их просьбы удовлетворят, то дефицит удастся ликвидировать до конца этого года. Вторая важная вещь была сказана про конкуренцию с Microsoft, про покупку студий и про число эксклюзивов. Райан намекнул, что у Sony есть планы по приобретению опытных компаний, разрабатывающих игры. А эксклюзивов на PlayStation 5 по планам должно выйти больше, чем для любого предыдущего поколения PlayStation. Как бы никто Райана за язык не тянул, и ближе к закату поколения посмотрим, сдержит ли Sony вот это обещание. Если что, для PlayStation 4 в сумме вышло под 50 эксклюзивных игр, и это только те, что издавала сама Sony. Значительная часть там, правда, не слишком крупные проекты, но при этом я не беру в расчет, например, всякие ремастеры, самостоятельные дополнения и VR-проекты. Если посчитать и их тоже, то получится уже под 80 или даже 90 игр. Многие, когда слышат эту цифру, кстати, сильно удивляются, откуда вот вообще столько. Но по факту так и есть. Просто еще раз повторюсь, куча игр там очень нишевые, маленькие и не особо известные. А некоторые вообще выходили только в некоторых странах. А теперь опять возвращаемся к негативу. Че там еще накопилось? Закрытие онлайн-магазинов PlayStation 3, PlayStation Portable и PlayStation Vita. Опять же, почти на пустом месте Sony получила массу негативных публикаций от прессы. И вот это еще ладно, но недовольными оказались очень большое количество игроков, к которым дополнительно подключились разработчики. Эту ситуацию я уже тоже детально разбирал в предыдущих роликах. И что интересно, в результате Sony пошла на попятную. И теперь они закроют только магазин PSP. И казалось бы, круто, молодцы, услышали аудиторию. Вот только среагировали они позже, чем стоило. Когда вот кум негатива уже набрал очень мощные обороты. Еще и красивых комментариев не дали. Чуть попозже мы сравним вот этот поступок с тем, как Microsoft поступила в ситуации с поднятием цены на Xbox Live Gold. И как там это сработало в плюс, а у Sony скорее в минус, ну, либо так, в сухом остатке ноль остался. И пока не перешли к обсуждению Microsoft, вот вам еще одна интересная новость, хотя и относящаяся к противостоянию Sony и Майков, лишь косвенно, через ситуацию с Days Gone. Сценарист и креативный директор вот как раз Days Gone, Джон Гарвин, поучаствовал в подкасте Дэвида Яффи. Это, если что, создатель серии God of War. Так вот, там Гарвин высказался, что если игроки хотят продолжения любимых игр, то им стоило бы покупать все за полную стоимость. А не на распродажах и не получать игры в рамках подписок. В итоге на Гарвина уже на следующий день обрушились игроки, так что ему пришлось дополнительно пояснять, что именно он имел в виду. На деле пояснил он то, что и так все изначально поняли, что если игра не зарабатывает денег, то никакого продолжения быть не может. Потому что это финансовая, маркетинговая и деловая данность. Плюс он провел аналогию, что точно такая же ситуация сложилась в целом с PlayStation Vita. Там уже вся платформа не принесла достаточно прибыли, и в результате Sony перестала вкладываться в ее развитие. И в целом с Гарвином спорить особо не о чем. Он совершенно прав, что для крупных компаний игры это давно именно бизнес. Хотя в рамках гонки за прибылью они, естественно, поддерживают талантливых разработчиков, дают дорогу гениям и вся-вся-вся вот это. Но разумеется, только до момента, пока процесс окупается. И в этом вопросе Гарвина можно полностью поддержать, сказать, что да, чувак, ты прав. Но есть одно но. И распродажи, и подписки все это делают не игроки. Все это делают большие компании. Геймеры, безусловно, на это влияют, поддерживают. Но не мы это создали. И обвинять игроков в том, что они пользуются тем, что было придумано большими компаниями, это по меньшей мере странно. Особенно в нынешнем мире, где цены на некоторые игры улетели куда-то в космос. Так что в плане бизнеса он, конечно, прав. Но перекидывать ответственность с платформы держателей и издателей на обычных людей за то, что они абсолютно честно пользуются легальной возможностью сэкономить, вот это прозвучало слегка дико. Хотя даже, наверное, и не слегка, а просто дико. Как эта ситуация относится к Sony в целом? Да, очень просто. Даже эту новость, связанную с человеком, который в компании уже даже и не работает, в сети умудряются связывать все-таки с Sony. Якобы это ее мнение, что игроки должны покупать игры только по фулл прайсу. При том, что они сами устраивают распродажи и включают некоторые проекты в свои сервис-подписки. Когда компании начинают собирать шишки, такие обобщения со стороны обычных людей, не сильно вдающиеся в ситуацию, в итоге неизбежны. Это вот просто один из примеров. А сейчас небольшая рекламная интеграция онлайн-школы XYZ. 1 мая у ребят стартует курс Outblock, который посвящен игровому левел-дизайну. То есть на нем учат, как создавать максимально интересные уровни для игр. В представлении многих игроков, левел-мейкеры это какие-то такие странные люди, которые как-то что-то там расставляют, примерно определяют, где игрок стартует, через какие точки он должен пройти и где перейти на следующую локацию. Но почему-то есть игры с хорошим левел-дизайном, а есть с плохим. И, конечно, бывают безумно одаренные девелоперы, которые могут просто по наитию создать неплохую локацию. Скажем, у Левелорда когда-то вот сходу начало получаться очень хорошо. Но создание уровней в современном геймдеве давно стало настоящей наукой. И сам уровень рассматривается не просто как способ добежать из точки А в точку Б, а как инструмент, с помощью которого авторы задают и меняют темп игры, определяют, как игрок будет пользоваться различными игровыми объектами, например, оружием, следят, чтобы ритм перемещения и схваток не был слишком монотонным, а главное, грамотный левел-дизайн позволяет дать игроку возможность самому подстраивать геймплей под себя и проходить игру так, как ему хочется, большую часть времени находясь в состоянии потока. Как делать такие игры, вас и будут учить на курсе. Ведут цикл Денис Куандыков, это левел-дизайнер из Void Interactive, Елена Альт, она работала в iSpeak Lodge и в Mantfish, Сергей Морозов, это левел-дизайнер из Wargaming и левел-мейкер сообщества CSGO, и Михаил Кадиков, левел-дизайнер из Crytek. Плюс несколько лекций будут читать приглашенные преподаватели, например, Макс Пирс из CD Projekt Red. Курс подходит для новичков, то есть в отличие от многих других циклов школы, базовые знания здесь не нужны, и всему научат с нуля. Напоминаю, что стартует обучение 1 мая и длится 5 месяцев. Записаться можно по ссылочке в описании. По промокоду UEPMAKARENKOW действует скидка 10%, плюс сейчас у школы проходит акция. С 26 по 30 апреля скидки на все курсы 20%, и они складываются с промокодом, то есть получится на 30% дешевле. Не пропустите. Конец рекламной интеграции, и погнали дальше. А теперь давайте посмотрим, что за последнее время успели сделать Microsoft, чтобы выглядеть в глазах игроков более симпатично. Затяжную часть стратегии они начали уже давно. Вот активное продвижение геймпасса и наращивание пользовательской базы своей экосистемы в целом, а это не только Xbox, но и ПК, вот как раз из этой оперы. Доступность эксклюзивов по подписке, очень мощный ход, который Sony себе сейчас позволить не может. И Спенсер умело пользуется тем, что за плечами у него огромный медиагигант, который, по сути, выписал Филу карт-бланш. Понятно, что вечно это длиться не будет, а это значит, что добиться успехов в сражении надо в какие-то вменяемые сроки. Уверен, что там есть свои KPI, что руководство будет смотреть на результаты, и явно это годы, а не десятилетия. Но пока Фил показывает себя таким, довольно талантливым руководителем, и, что самое важное, талантливым пиарщиком. Один из мощнейших ходов — это, конечно, покупка Бефезды. Удар сильнейший, с момента объявления о сделке прошло уже порядочно времени, а тему до сих пор обсуждают на форумах, про нее продолжает писать пресса, и почти все — исключительно в положительном ключе. Следующий момент. Фил дает довольно много интервью, где говорит не только общие слова, а приводит конкретные примеры, как они сотрудничают с командами разработки. Как дают им довольно много свободы, и, естественно, в словах Фила это звучит, как «полная творческая свобода». Понятно, что в рамках крупной корпорации полной свободы быть не может, но по факту многие разработчики действительно пишут, что ограничений мало, и под крылом Microsoft в последние годы стала работать значительно комфортней. Вроде бы мелочь, но когда эта информация всплывает регулярно, это тоже формирует положительное мнение о компании. Следующий момент. Microsoft показательно не меняет цены на свои консоли в различных странах, то есть внезапно не привязывает ее к стоимости местной валюты. Напомню, что в прошлом поколении изменения ценника у Microsoft случались регулярно. В некоторые периоды заметно чаще, чем у Sony. И далеко не только в Ru-регионе. Хотя логика тут тоже полностью понятна. Xbox Series X и S продаются хуже, чем PlayStation 5. Продаются все равно в убыток. Так что логично не раздражать игроков и просто стараться всеми силами наращивать продажи. А заодно говорить об этом прессе, подгрызая фундамент под конкурентом. Еще один момент. Microsoft очень удачно воспользовалась своим собственным не очень удачным ходом. Сначала они сообщили, что поднимают стоимость Xbox Live Go. Народ вознегодовал, и Microsoft пошла на попятную. Цена осталась прежней. И после этого они взяли и очень быстро отменили необходимость Live Go для мультиплеера во всех фри-туплейных играх. В результате огребли совсем чуть-чуть негатива, но за счет своевременной реакции получили куда больше положительных публикаций и обсуждений в сети. Причем позитив от отмены повышения цены бесплатного онлайна во фри-туплее наслоились друг на друга и дали более мощный пиар-эффект. И еще вопрос, не было ли все это заранее спланировано, в духе объявляем о плохом, но умело ловим самое начало волны негатива и показываем, какие мы хорошие, слышим нашу аудиторию и готовы соблюдать ее интересы. Вроде бы похоже на SPGS, но отмена решения была такой быстрой и своевременной, что было прямо очень похоже на продуманный пиар-ход. Помимо этого, Фил, как вы уже знаете, намекнул на вероятное сотрудничество с Кодзимой, и одновременно случился пока непроверенный слив о возможном приобретении майками прав на создание следующей Metal Gear Solid, который дополнительно всех уверил, что Кодзима теперь с Microsoft, потому что это было бы как бы очень красиво. Кодзима делает следующий МГС, хотя на это уже никто и не надеялся. Плюс появились слухи о возможной покупке Microsoft Square Enix. И вот после покупки Bethesda в это многие тоже начали верить, хотя опять же никаких подтверждений не было. Но и это еще не все. Недавно Windows Central написали о том, что Xbox Game Studios, помимо вот собственных разработок, сотрудничает с четырьмя известными большими студиями над эксклюзивами для эксистемы Xbox. И даже сообщили, что один из проектов носит кодовое название Циклон. Его якобы презентуют в самое ближайшее время. Плюс сказали, что три из четырех проектов это совершенно новые франшизы, а один из проектов спин-офф какой-то очень известной игры. И ни одна из этих игр не игра Кодзимы. Но при этом это не значит, что с Кодзимой нет договоренности. И вот вся-вся-вся вот эта вот информация на форумах, в социалках, имиджбордах, на реддите, на резетере сейчас записывается в плюс Microsoft. Хотя многое из того, что мы сегодня разобрали, пока лишь слухи. Вот чувствуете, да? Майки делают не супер много реально крутых вещей. Но на фоне ухудшения отношения многих игроков к Sony, даже слухи и плодовые культуры записываются в плюс Microsoft. Это абсолютно стандартная история для пиар-войн. Если вот кто-то дает слабину, то конкуренту для того, чтобы сильно улучшить репутацию, достаточно совершать очень простые поступки, которые выглядят в глазах аудитории хорошими и правильными. И еще один мощный козырь не столько даже политики Microsoft, сколько политики личной Фила Спенсера. Он на многих выступлениях ведет себя не как такой большущий босс, а как обычный человек и игрок. И многих это подкупает, особенно то, что он часто поздравляет Sony с успехом. Про это пишет пресса, и Microsoft не выпадает из инфополя. Вроде бы мелочь, но вот в пиаре это очень и очень важная вещь. Ну и отдельно еще хотелось бы разобрать вот какой вопрос. Иногда приходится слышать интересную штуку. О какой конкуренции между Sony и Microsoft вообще можно говорить, если компании активно сотрудничают и сами об этом открыто заявляли менее двух лет назад. Да, заявляли, но это совершенно не делает их молочными братьями. Практически невозможно найти крупные компании, которые бы работали в одной нише, но при этом не были бы связаны десятками и даже сотнями различных мелких ниточек. И в этом плане связь между Sony и Microsoft как раз таки наоборот, на удивление слабая. Собственно, за последние пару лет из совместного у них были анонсированы только две программы. Первая связана с обеспечением безопасности игроков, то есть информирование о вредном контенте, защит конфиденциальных данных, общее развитие соответствующих технологий и совместные исследования в области игр. В эту программу, если что, входит не только Sony и Microsoft, но и Nintendo. И вторая коллаборация вот как раз та, которую многие вспоминают. И касается она в первую очередь облачных технологий. В 19-м году Sony и Microsoft заявили, что начинают тесное партнерство в сфере стриминговых технологий. Sony в частности будет активно использовать майкрософтский ажур, плюс было сказано про совместное развитие искусственного интеллекта и технологии захвата движений. И вроде бы вау, как круто, друзья-друзья, но напомню, что по данным, которые нарыли Bloomberg, и было это еще до того, как там начал работать Шрайер, решение об этой сделке принималось исключительно высшим руководством Sony. И, например, команда PlayStation была вообще не в курсе. И они были буквально шокированы, что Sony собирается зачем-то заимствовать у Майкрософт то, что сама Sony много лет развивала. То есть технологии Гайкая, которые превратились в PlayStation Now. Но, окей, это так себе аргументик, потому что решение в любом случае было принято. Но! В том же самом интервью Райана, про которое я сегодня уже говорил, журналисты напрямую задали ему вопрос по поводу сотрудничества с Microsoft по игровым облакам. И Райан ответил очень интересно, что Sony не собирается копировать подход других компаний к стриминговому геймингу и разрабатывать собственную уникальную технологию. И что, возможно, технологии Microsoft будут использованы для налаживания инфраструктуры. Но в целом все будет очень уникально и доступно только на PlayStation. А с Microsoft они просто все еще обсуждают обмен идеями и появились какие-то интересные общие мысли. Чувствуете, да? Два года назад мощный анонс партнерства, о котором трубила вся пресса. Потом такая тишина, тишина, тишина. А теперь даже не обмениваются идеями, а всего лишь обсуждают обмен идеями. И, возможно, будут что-то использовать. Уже как бы не очень похоже на дружбу не разлей вода. Такие дела. Разумеется, говорить о какой-то глобальной победе Microsoft над Sony нельзя. Просто в текущий момент Microsoft делает удачные шаги, а Sony, наоборот, локально ошибается и просто оказалась заложницей ситуации. Но очевидно и то, что майки резко усилили активность, и это дает неплохие результаты. К чему это все приведет, все мы узнаем, думаю, только через несколько лет, но наблюдать за подобным противостоянием всегда интересно. Спасибо большое за просмотр, и давайте обсуждать. Пишите, какие факты в противостоянии двух компаний я пропустил, какие из перечисленных вам кажутся особенно значимыми, плюс делитесь мыслями, сможет ли Microsoft и дальше выдерживать подобный темп конкуренции, и насколько быстро Sony нащупает правильный вектор и начнет восстанавливать репутацию. Если что, все комментарии я читаю и часто отвечаю. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, это очень важно для развития канала, и до встречи в следующих роликах, которые уже скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok